Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Публикую в день не менее двух-трёх видео, и эти видео имеют абсолютно разную тематику. Рулетки, контейнеры, зацен техники, зацен товаров в магазине. В общем, если вам это всё интересно и хотите быть своевременно в курсе всех новостей, которые касаются нашей игры, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. А ещё хочу сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам. Это спонсоры канала, за что им отдельная благодарность. Друзья, большая вам благодарочка за то, что поддерживаете канал финансово. Присоединяйтесь к числу спонсоров, поддерживайте моё начинание и получайте дополнительные плюшки от меня, как от автора. Итак, ребят, рулетка. Рулетка на М4Ё. Я не знаю, как правильно читается. Нечестно говоря, хотел бы услышать ваше мнение, если вы уверены, что точно знаете, как он называется. Что же касается самой машины, обсудим его чуть позже. Выкатим из ангара, посмотрим, что он собой представляет в реальном бою. Но сделаем это на другом аккаунте, скорее всего. Потому что крутить данную рулетку просто ради вас и не более того, я буду на одном из своих твинков. Там, где сделаю буквально несколько прокрутов. И сейчас объясню, почему. Дело в том, что данная рулетка, она просто несоизмеримо дорогая в отношении того, что вы получаете за потраченное золото. Здесь, ребят, 11 прокрутов. И суммарно полностью вся рулетка обойдется вам в 18700. И М4, ну уж точно не стоит этих денег. Что касается того, чтобы забрать машину раньше, то, как обычно, отминусуем последние два прокрута, 10 и 11, а это целых 7500 голды. Потому что на вот эти два последних прокрута, в принципе, и приходится две главных награды. Сам танк, ну и, соответственно, легендарный внешний вид для него. Так вот, если вы прокрутите эту рулетку до девятого прокрута включительно, и заберете себе все-таки танчик, то он обойдется вам с тем, что вы получите в комплекте к нему за предыдущие прокруты, за 11200. Ну, ребят, 11205 голды для данного танка это очень дорого. А к нему вы получите, скорее всего, если без легендарного внешнего вида, то анимированный аватар с уточкой. Да, очень много, конечно, 110 целых эпических бустеров на опыт, но ладно, окей. Вы получите себе серебро, которое и так можете нафармить, скорее всего, получите себе свободку, ну и, в принципе, там, в лучшем случае, еще вам достанется обвес. Но я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что в таком случае на последние два прокрута вам упадет легендарный внешний вид и, допустим, бустеры свободного опыта в количестве 20 штук. Если вы хотите посмотреть на шансы выпадения, то, как видите, шанс выпадения танка 0,08, что находится приблизительно на уровне Плинтуса. Там же находится и камуфляж Сталкер, который идет в виде легендарного внешнего вида к данной тачке, тоже 0,08. Таким образом, получается, что забрать машину раньше девятого прокрута, ну, это надо быть прям совсем счастливчиком. А теперь давайте поговорим по поводу этих девяти прокрутов и что вы получите за 11200, если машина вам не выпадет. Ну, то есть, если вы оставите себе на последние два прокрута, допустим, главную награду и легендарный внешний вид, то вам вот это вот все обойдется в 11200. Я не понимаю, честно говоря, какую экономику брали за основу разработчики, когда выставляли цену за данную рулетку. Ну, просто потому что вот это все не стоит 11200 уж однозначно. Именно поэтому я сделаю просто ради интереса несколько прокрутов с вами и дальше идти не буду, потому что не вижу смысла сливать голду на те ценности, если их можно такими назвать, которые здесь предлагаются. Ну, вот сейчас я получаю 30000 свободного опыта. Да я эти 30000, господи, свободного опыта, 30000 серебра. Я эти 30000 серебра абсолютно спокойно заберу, играя даже на самом унылом премиумном танке восьмого уровня. Да я на семерке 30000 могу заработать за один бой вполне спокойно. Едем дальше. Анимированный аватар. Просто супер. Ну, вот действительно, вот чего только хлебом не корми, дай анимированный аватар приобрести себе за голду. Ну и 350 золотом делаю последний прокрут. Не собираюсь идти дальше, не вижу никакого смысла, потому что я сейчас, ну, приближенно к косарю золота сливаю на то, чтобы просто вот набраться вот этого вот всего. Не знаю, ребят, кто там будет крутить эту рулетку, пишите в комментариях. Ну, вот давайте посчитаем. Вот здесь вот я потратил, грубо говоря, там пол косаря и дальше бы пошел к косарю, если бы потратил еще 750. Тысячу золота отдавать за... да что бы мне сейчас не выпало, серьезно. Даже если мне сейчас выпал бы вот этот обвес, я бы все равно считал, что я неправильно потратил свою тысячу. А по поводу обвеса, ребят, стоит отметить, что здесь как бы хранитель неба имеет 3%. И с большей вероятностью я сейчас получу себе бустеры свободного опыта, которые затягивают 35%, а это очень, ребят, много. Ну, либо вообще 300 тысяч серебра за 34% вероятности выпадения. В общем, ребят, не настолько все вкусно, как казалось, да и плюс к тому, для тех ребят, которые будут крутить рулетку у себя на аккаунте, думая, что за эту машину вы, как и в прошлой рулетке на другой танк, получите компенсацию голдой, то нет, ребят, компенсацию вы получите серебром. Миллион пятьсот тысяч, что я считаю, ну, далеко не той суммой, за которую стоит отдавать свое золото. Переходим на другой мой аккаунт и выкатим М4 из ангара, и параллельно расскажу, что это за танк, а там, поверьте, есть что послушать, поэтому не выключайте видос. Я говорил вам по поводу того, что вам не стоит выключать данное видео, потому что считаю, что вы должны знать, на что способна та или иная машина, или что она потенциально вам принесет, перед тем, как вы будете тратить на нее свою кровную голду, ну, а порой и реальные деньги. Я снимаю только честные обзоры и всегда говорю, все, таким, какой она есть, называю вещи своими именами. Что касается М4, я считаю, что это один из самых худших премиумных тяжелых танков на восьмом уровне. Сейчас попытаюсь обосновать свою позицию, ну, и, возможно, с кем-то войду в спор по данной теме, но это уже совсем другой разговор. Дело в том, что, заценивая орудие, вы видите приятную цифру времени перезарядки магазина. Неполные 14 секунд. Это действительно классно, хорошо, если бы не одна проблема. Время перезарядки снарядов между собой в магазине составляет 7 секунд, а это время перезарядки обычного цикличного орудия у большинства восьмерок тяжелых танков. Ну, то есть, вы играете, в принципе, на цикличном орудии, но только потом вы уходите на перезарядку еще всего магазина. Это как играть на ИС-3 защитники, тот же самый, да, там, как мы его называем, периодически ИС-3 Defender, у которого тоже время перезарядки между собой снарядов долгое, но и плюс к тому еще потом добавляется дополнительное время перезарядки всего магазина. Но только у ИСа-3 урон гораздо выше за каждый выстрел, нежели у М4. Здесь всего лишь 310 единиц урона. Было бы здесь, я не знаю, там, 400-420, я бы понял прикол с вот этим временем по КД. А так, мне это абсолютно непонятно. Что касается пробития 229, и это с учетом того, что оборудование установлено на калиброванные снаряды, что касается времени сведения и разброса, в целом, плюс-минус комфортно играть можно, и к этому цепляться я не буду. 4 снаряда в магазине, ну да, хорошо, но, опять-таки, если бы они оттуда вылетали почаще, а так, получается, действительно играешь, как на обычном цикличном орудии. Угол слонения орудия вниз, минус 8. Это комфортно, это приятно, и какая-никакая броня в машине есть. Ну, в общем, отыгрывать от башни можно. Но, все-таки, далеко не тот геймплей, которого ожидаешь от машины с барабаном. Я думаю, что необходимо взять данную тачку, поехать в обычный рандомный бой, и там дальше дообсуждаем. Ну, и, как говорил, с кем-то войду сейчас в спор. Ну, что, ребят, поехали, давайте будем обсуждать. Для начала сразу скажу по подвижности. Машина ничем не уникальна, просто тянется по карте, ничем не впечатляет. Не могу сказать, что прям совсем унылая в отношении передвижения, но и быстро ее не назовешь. Просто едет. Все. На этом, я думаю, что зацен подвижности можно закрывать. В отношении маневренности. Классно, нормально. Пока ты едешь вперед, ты можешь нормально вписываться в повороты. Когда ты останавливаешься и начинаешь поворачиваться на месте, тоже довольно неплохо. То есть, развернуться на месте для тебя тоже особой проблемой не является, в отличие от многих других тяжелых танков. А вот теперь давайте по поводу орудия. Заявленная цифра по времени сведения была приятная, но по факту сводится долговато. С учетом времени перезарядки снарядов между собой в магазине, то в целом приемлемо, потому что ты в любом случае сводишься быстрее, нежели перезаряжаешься. Ну и, соответственно, на момент, когда ты перезарядился, ты уже готов стрелять, потому что являешься полностью сведенным. Что касается точности. Цепляться не буду. Точность нормальная, приемлемая. Попадаешь куда хочешь практически всегда. Сейчас мне некуда деть мой четвертый снаряд. Появились желающие. Вот я отбросил четвертый снаряд. И вот здесь мы подходим, ребят, к самой интересной теме. Время перезарядки снарядов между собой в магазине. Мы отыграли, а теперь отыгрываем время перезарядки магазина в целом. И как-то раз, когда я выставил обзор на данную машину и сказал, что она мне не нравится, она мне неприятна, я не получаю на ней абсолютно никакого удовольствия, мне зритель написал по поводу того, что ГСН, ты неправильно понимаешь данную тачку. Его просто необходимо отыгрывать, как обычный танк с обычным цикличным орудием. И тогда ты вполне спокойно будешь играть. Окей, может я и готов с этим согласиться, но у меня возникает закономерный вопрос. А зачем? Ну то есть, если у меня танк, на котором время перезарядки снарядов между собой в магазине составляет 7 секунд, и это приближенная цифра к обычному показателю обычного цикличного орудия, то зачем мне, головняк, после четвертого выстрела уходить на перезарядку на 14 секунд? Я тогда могу взять любой другой танк, у которого цикличное орудие с приблизительно таким же временем перезарядки, и мне нет необходимости потом прятаться где-то, отъезжать куда-то. То есть, я просто могу через каждые 8-9 секунд отбрасывать по снаряду и находиться постоянно в бою. А так получается, через каждые 4 выстрела я из этого боя выпадаю на 14 секунд, потому что в этот момент я абсолютно бесполезен, мои союзники должны меня прикрывать, и прикрывать меня за что? За то, что я вернусь с барабаном, который разрежу в течение 5 секунд, и таким образом нанесу каких-то потенциальных 800 или 1000 урона, как другие барабанные танки на 8 уровне? Нет, я вернусь в бой, как обычное цикличное орудие. Ну то есть, мои союзники ощущают меня в бою, как игрока на цикличной пушке, который периодически перестает играть. По-другому я это назвать не могу. Именно поэтому я не считаю, что М4 это действительно тот танк, за который стоит отдавать сумму голды, которая будет выше, ну не знаю, там тысяч максимум 7, и то, если будете покупать его в составе какого-нибудь годного набора. Именно исходя из этого всего, это одно из тех видео, в котором я не рекомендую крутить рулетку на конкретный танк, и уж тем более не рекомендую данный танк, как один из первых танков, которые необходимо поставить себе в ангар. Да, здесь есть чем потанковать, да, здесь есть подвижность, но, ребят, геймплей в отношении орудия, это действительно прям на совсем любителя острых ощущений. Крутить рулетку или не крутить рулетку, здесь решение, как обычно, за вами. Я же, как обычно, показываю танки такими, какие они есть, и говорю о них абсолютно честное мнение, ровно как и по поводу всего, что в нашей игре происходит. Если вам подходит такая честность автора, подписывайтесь на канал и поверьте мне, на этом канале вас никто никогда не обманет, ну и ни в коем случае не посоветует вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. А М4 действительно на это способен. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, жду всех на прямых трансляциях, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok